МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некогда человек был двуполым существом, сильным и могущественным, он не нуждался ни в чем, кроме власти. И однажды он посягнул на власть самого Бога. И вот тогда Верховный Бог рассердился на человека и превратил его в две половинки. И вот с той поры эти две половинки ищут друг друга по свету. Одну половинку называют женщиной, другую – мужчиной. Легенда, она, конечно, легенда. Но в жизни мы, конечно, все знаем, насколько это тяжело – отыскать ту, вторую и только твою половинку. Зрители телеканала «Видное ТВ» наверняка сегодня уже успели посмотреть фильм «Испытание одиночества». Сегодня у меня в гостях в студии телеканала «Видное ТВ» ее авторы. «Испытание одиночества» Здравствуйте! Я Ирина Тихановская. И вы смотрите сегодня первый выпуск нашей новой программы. Мы назвали ее «Вечер у камина». И сегодня у меня в гостях знакомьтесь. Это автор фильма, режиссер Ирина Голованова. И главный герой и соавтор Ирины – это Эдуард Каули. Эдвард. Эдвард, хотите чаю? Да, конечно. Нашего русского? Да, давай. Скажите, а это совершенно точно о том, что вы специально сегодня из Великобритании прилетели к нам сюда? Ну да, специально я сегодня прилетел. Но мне не только для этого встречи, для этого эфира сегодня. У меня есть еще дела здесь. И мы хотим с Ириной планировать вот следующий проект тоже. А я предлагаю, прошу прощения, я предлагаю, давайте мы будем говорить друг другу «ты». О, хорошо, давайте, я не против. Ир, вы когда познакомились? Как вообще все это произошло? Как сложился ваш творческий союз? Ну, я не открою Америки, если скажу, что случайностей в этом мире не бывает. И все, что происходит, это задумано там, на небесах. Но случайно, может быть, был тот момент, когда мы друг друга увидели. Моя подруга забыла ключи. Она забыла ключи. Если бы она их не забыла, возможно, мы бы не встретились с Эдвардом. Но она забыла ключи и должна была их завести к Эдварду. А вообще они меня везли. Ну вот, там дальше другие события развивались. Я говорю, я хочу кофе. Мы поднялись, и я увидела Эдварда. Ну, я знала, что он журналист. Ну, кофе, что держите? Спасибо. Я не знаю, Эдди, ты знал уже, что... Ну, мы даже тогда обсуждали фильмы немножко документальные. Да, мы встретились, и почему-то мы сразу стали говорить о кино. Вот, что ему нравится, что его беспокоит. Ну, на самом деле, это было такая в полушутку сказано. Давай сделаем какой-нибудь фильм. Ну, хорошо, давай. И все, и мы разъехались. Я извиняюсь, вам сколько сахара положить? Я половину, пожалуйста, половину ложки. Половину, потому что... А потом я почему-то ему позвонила и сказала, Эдвард, приезжай к нам в гости, в Переделкино. Он приехал, и тогда уже мы устроили маленький такой же вот пикник, кстати говоря, только на траве. И, ну, как-то вот мы поверили друг другу. Ну, у вас это не первый фильм. И у Эдварда это не первый фильм, и у меня это не первый фильм. Поэтому это было интересно, ну вот, что-то иное. Ну, я хотел до этой встречи с Ириной еще документальный фильм снимать здесь, в России. Именно на эту же тему? Нет, мы до этого не знали темы. Ну, я просто говорю общее, что до того, что я Ирину встретил, я хотел, очень хотел... Желание было. Желание было создать, снимать фильм. Ну, за эти два года, которые я здесь жил, я не встретил правильный вот человек, потому что нельзя снимать фильм один. Это слишком сложно. Я попробовал в Англии, и я не хочу это повторить. Надо команда. А языковой барьер, он сложен был? Ведь все-таки уже прошло... Сколько уже времени прошло с момента, когда вы решили сдавать и снимать фильм? Полтора года. Полтора года. Дело в том, что наш язык общения с Эдвардом, он не столько вот в словах. Мы иногда понимаем друг друга без слов. Это феноменально, потому что, ну, если говорить о кино документальном, это видение автора, оно всегда сугубо индивидуально, да, казалось бы. И всегда присутствует, предположим, какой-то доминанта чья-то. Ну, в случае с Эдом доминанта не было. Было бесконечное просто доверие. Ну, я не знаю, так получилось. Ну, ты руководила проект. Ну, надо сказать, потому что мы в России. Если следующий проект мы будем снимать в Англии, конечно, Эд будет ориентироваться, вот так как здесь я ориентировалась в Москве, и там герои из числа моих знакомых, это объяснимо. Но когда возникали спорные моменты, мы всегда обсуждали. И у нас не было несогласия. Были герои, которые не вошли в фильм. Мы встречались, разговаривали два-три часа с этим героем. Потом мы выходили с Эдом, и я знала уже, что он не будет героем. И боялась, что мне Эдвард скажет. И мы выходили, шли по улице, и говорила, Эдди, ну как? Он говорит, нет. И я думаю, боже, как здорово. Да, вот так понимали друг друга. Вы знаете, мы не успели с вами еще приступить к разговору. Наши зрители уже готовы задать первый вопрос. И мне показывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте попробуем послушать. Алло, у нас есть звоночек? Ну, пока что-то у нашей инженерной службы там. Алло, да. Алло, мы слушаем вас? Слышу, Юр. Алло. Здравствуйте. Я, к сожалению, вас не слышу, но я бы хотела выразить свой восторг. Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. Я вчера с удовольствием посмотрела фильм превосходного качества. Операторская работа, монтаж, истинное удовольствие. Ну, конечно, как у любого человека у меня свое мнение, и я немного не согласна с определением одиночества именно так, как это сказали авторы. Скажите, пожалуйста, мне показалось, что вы пытались какие-то и свои проблемы решить этим фильмом, если я это правильно поняла, удалось ли вам это сделать, и можно ли это вообще сделать так через творчество, через рождение фильма. Спасибо. Эдвард, вам все было понятно? Ну, да, практически все. Она спросила, если мы решили наши личные проблемы в творчестве этого фильма, да, правильно? Ну, и каков будет ответ? Да и нет, потому что сложно немножко объяснить на русском. Ну, конечно, у меня есть личные проблемы, вот, и был с одиночеством. Ну, это не как ходить к встрече с психологом, ну, как бы объем, творческий процесс помогает ты сам по себе решить эту проблему, ну, это не как прямой. Понятно, что я не веду или нет? Понятно. Я могу добавить? Я. Вообще, на самом деле, я очень благодарна вам, Татьяна, потому что я очень надеялась, что зритель поймет, в этот фильм мы вложили личные переживания, личные поиски и сомнения. На самом деле это называется сублимация, все правильно. То есть, когда ты не можешь решить проблему личностную свою, да, она у каждого из нас есть, правильно? Так или иначе, связанная с одиночеством, мужским и женским. Иногда человек может попасть в очень серьезную ситуацию, депрессии. Да, мы, то есть, мы делились со зрителем. Возможно, есть такой выход, когда ты сублимируешь свои переживания и реализуешь их. В данном случае мы реализовали это в работе. Это год работы, который нам помог не излечиться, как правильно сказал Эдвард, а этот год нам помог понять себя, и чтобы эта боль немножко притупилась. Мы нашли такой выход, потому что он журналист, я режиссер. Если вы, предположим, пекарь, возможно, вы придумаете какой-то вот в такой тяжелой ситуации, а мы все в нее попадаем, какой-то фантастический совершенно рецепт хлеба, который будет вот ноу-хау. Не важно, где и кто ты. Важно, чтобы ты не зацикливался на этой проблеме. Мы знаем очень много примеров, когда люди теряли себя. Мы не хотели терять себя, и мы вот так это сделали. Татьяна, вам спасибо большое. Вы знаете, что я хочу сказать? Вот та тема, которую вы затронули, одиночество, она же, в принципе, не новая. Она, мне кажется, существует, вот сколько человек существует, вот столько эта тема есть. Я убежден, что в данный момент общество сейчас и в России, и в Англии, особенно в странах развитых, я не говорю Африки или Азии, проблема одиночества наиболее острая, чем, допустим, 30-40 лет назад. Мне так кажется. А вы знаете, вот прежде чем прийти сегодня с вами на встречу, пригласить вас к нам в студию, мы провели в интернете небольшой опрос. Интересно. Буквально сегодня. Вопрос звучал так. Человеческое одиночество. Готовы ли вы поделиться своими проблемами? И что самое интересное, на вопрос готов, ответила из опрошенных 28,6%. Не готов, 50%. Ничего в этом, никаких проблем нет? Ответили 21,4%. Странно. Да, вот видите, вот такой был опрос. И прежде чем мы дальше продолжим эту тему, я хочу предложить посмотреть небольшой фрагмент из вашего фильма. И тогда вы поймете, почему я сейчас озвучила этот опрос. Хорошо. И я не был здесь долго. Я был здесь несколько месяцев. И я вышел в ночью с моими друзьями с работой. И мы взяли экстаси. Так, все происходит в голове. Светлана. Светлана. Никита. Никита. Виктор. Виктор. Давид. Давид. Вера. И я понял, что в начале было что-то что-то плохое с этой девушкой. Но, anyway, she put something into my drink while we were still in the nightclub. So, by the time half an hour later we got back to mine, I was just ready to go to sleep. Absolutely knackered. Despite the fact that I had taken ecstasy, which is a very powerful drug. And, so that's what happened. She got into bed. I got into bed. Bang. Out. 12 hours. 12 hours later. Terrible headache. She's gone. And, you know, I didn't need to check the fact that my wallet was gone. My phone was gone. Camera was gone. She'd left my passport. Luckily. Metro. Metro. Сувенир. Подобные истории случаются со многими мужчинами. После неудач они, как правило, обходят стороной ночных бабочек. Но не Эдвард. Не, ну, в следующий раз я скажу, это было даже полтора месяца после этого. Опять с этим человеком, вот Рома его зовут, и опять вот эта очень подозрительная девушка появилась. И он был с мной. И мы, вот, и тогда были, вот, приняли, вот, экстраси. И он сказал, вот, Эдвард, не езжай с ней, вот, домой. И все. И я, да, пофигу. Закнись. И ездил домой с ней. И опять это произошло. И так было? Было, да. Сколько раз? Пять. Ну, полтора года, пять раза. И ты опять шел? Да. Почему я попросила, чтобы показали именно этот фрагмент? Вот, мне кажется, он из всего фильма самый откровенный. Я. Я хочу здесь сказать, что даже два года назад я не бы это сделал. А что тогда простимулировало к такому откровению? Может быть, Ирина, раз. Может быть, два. Потому что я вырос немножко, да. Я изменился немножко. И почему-то я был готов раздать... Эту.. Эту.. Эту... Этуых информацию. Эту информацию зрителей. Ну, честно говорю, Два года назад я бы отказался. Вот это к слову о том опросе, да, который вы говорили, озвучили сейчас. Потому что многие люди стесняются, боятся откровенно говорить о своей... проблемах. И это всё, знаете, как гнойный нарыв. Это всё там внутри накапливается, накапливается, и потом это может быть какой-то вот трагедией. И, например, меня восхитил Эдвард, ну, там в фильме я говорю о том, что меня в нём потрясало, что он смело сказал, я скажу. Эдди, можно? Он сказал, да. Мы друг другу вот в этом плане, в плане доверия, мы доверяли зрителю. То есть, если один человек доверяет, второй человек доверяет, может, найдётся третий, кто воспримет это. То есть, вот, всё очень честно. И я предлагаю этим фильмам, мы хотели сказать, не бойтесь, показать себя такой, какой ты есть. Далеко не каждый человек скажет, ну, вот то, что Эдвард рассказал, далеко не каждый готов достать свой скелет из шкафа. Много людей посмотрело ваш фильм? Ну, у нас закрытый показ, вот, был на Ютубе, по ссылке, но там более ста человек посмотрели, и были очень, конечно, разные мнения. Это премьер сегодня. Вот сегодня, вот видные, да, это премьера такая, открытая, и открытый разговор, это первый раз. Не жалеете, что были откровенны в этом фильме? Нет, абсолютно нет. Нет, и не только этот фрагмент, но еще я писал несколько маленький рассказ вот о своей бывшей жизни, о Холле, о Холле, о Холле, который Ирина дочитала, и хорошо переведена на русском. И это много помогало, не только в этом плане понимать свои эмоции, но в плане как писатель, да. То есть немножко я уже был подготовлен к этот момент до сам съемка из режиссера здесь. У меня по поводу Холли, мне очень хочется спросить. Там по фильму у вас ничего не сложилось, и вы расстались. Но это достаточно давно. А сейчас отношения с Холли, они есть какие-то, или она вообще пропала из жизни? Она вообще пропала из жизни, но это не из лост, из лост. То есть мы были друзья после этой истории на, может быть, семь-восемь лет. И сейчас, поскольку я знаю, она замужем, и есть хотя бы один ребенок, может быть, больше. Но у меня есть там, у нас есть общая подруга. Другая. Ну, а твоя-то жизнь изменилась как? Жизнь-то изменилась твоя как? Я не понял, извините. Изменилась ли жизнь? Что-нибудь новое есть в жизни? Вот у Холли семья. Ага, у меня? Да, у вас. К сожалению, у меня до сих пор нет семья. Ну, я надеюсь, что я, может быть, сейчас более взрослым, как бы в своих эмоциях, в плане отношений, чем был 15 лет назад. Одиночество. Все-таки, наверное, у этого слова есть какое-то определение. Но вот сейчас, пройдя через все вот эти шаги фильма, шаги после фильма, как вы определите сейчас, в настоящей жизни, это слово, это состояние? Хороший вопрос. Мне сложно на русском ответить на это. Может быть, Ирина сначала. Окей. Ну, я хочу сказать, что мне очень помогла работа над этим фильмом. И если бы я делала этот фильм с кем-то другим, возможно, это было бы по-иному. Мне очень помог Эдвард, потому что до него я не встречала человека, мужчину, который, ну, например, я ему говорю, Эдвард, ну вот я делаю такие глупые вещи, я совершаю такие глупые поступки, вот я дура. И он мне говорит, ты знаешь, я тоже дурак. Ничего страшного. Мне никто никогда раньше этого не говорил. И это очень помогает, когда тебе говорят, ну, я такой же, как ты. И, более того, работа над этим фильмом, когда мы уже всё, вот, произошёл монтаж, и мы сидели с Эдом, смотрели то, что отмонтировано. Да, ну, то есть, когда монтируешь, по кусочкам нет общей картины, понимания даже, потому что, ну, это сложно. И когда мы с ним посмотрели, помнишь, Эдди, мы вышли с тобой на лавочку, сидели, вот, летом, это уже было лето, уже был конец. Я, конец, почти конец фильма в смонтированном варианте. И хочу сказать, что я поняла другого человека, которого я не могла понять. Человека, которого я не ценила, мужчину, которого мне помог оценить этот фильм и Эдвард. Эдвард, мы послушаем, что ты отвечаешь на этот вопрос, но только через звоночек, потому что у нас еще есть один телезритель, который сейчас готов задать свой вопрос. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анфиса. Мы вчера фильм смотрели вместе с мужем и долго спорили о его сути. Достаточно предверчив, я считаю. Можно с чем-то соглашаться, можно с чем-то не соглашаться. Но я считаю, что чем человек образованнее, развитие, тем ощущение одиночества в нем ярче. Я так считаю. Возможно, и вы, Эдвард, именно поэтому задумались об этом. Но вот я уверена на 100, даже на 200%, что вы еще молоды, красивы, умны. И пока говорить об одиночестве, как о приговоре для себя, я считаю, равна. Я до всего сердца желаю вам простого человеческого счастья, любви настоящей, которая как раз, наверное, и избавит вас от этого одиночества. Ну, а фильм, возможно, как-то поможет в этом. Спасибо. Спасибо. Объяснить чуть-чуть. Я не все дослышал. Вам сказали о том, что, ну, рано еще думать об одиночестве, потому что молодой, красивый мужчина, который обязательно встретит свою судьбу, встретит свою вторую половинку. Окей. Ну, я бы хотел сказать. Да. Десять лет назад я был наиболее, наиболее одинокий, чем сейчас. То есть я по ответу твой предыдущий вопрос, да, что такое одиночество на самом деле. Это как бы, по-моему, чувство без надежды, да, то есть ты как человек, надежды нет. Понятно, да? И потому что мы все, ну, я не знаю, вот завтра я могу Ирина не видеть, и я буду один, да. Но если я один, даже на неделе, это не значит, что я обязательно одинокий. То есть я думаю, что вот это чувство одиночества, это связано с психикой какая-то человека. Да, не зря же существует высказание, не умею, не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Так что... Ну, то, что ты говоришь, Ирина, да, по поводу... Ну, известная эта формула, она больше от рациума, от разума. А состояние одиночества, это эмоциональное состояние, это не разум. Ты с этим, ну, не можешь ничего сделать. Ты это чувствуешь, ты понимаешь, но ты не знаешь, почему так. Ну, конечно, у Эдварда были отношения, конечно, у меня тоже, конечно, но найти своего человека, понять, оценить его, это не пойти в магазин и купить колу или там коньяк, да, или торт. Невозможно. Это вот происходит, либо не происходит. Это так, что на склоне лет за ручку вместе по аллейке. Называется вот. Такое есть, мечта такая есть у многих людей. А у нас звонок есть еще один, и мы готовы его послушать. Мы слушаем вас, говорите. Добрый день. Добрый. Добрый день, друзья. Здравствуйте. Вы знаете, мое отношение к одессе почувствует. Мне кажется, это божье наказание, когда человек оттенул, с него грехи, за поступки, и не зря, когда Господь создал Адама, и, скорее всего, поняв свою ошибку, он и образ и подобие создал и Еву. Понимаю, что без этого, наверное, и Адам-то, в общем-то, создание было ни к чему не нужно. Поэтому у Экзюперии есть такое произведение «Маленький принц», где там написано, что нет таких магазинов, где можно купить друзей. Поэтому хочу пожелать и автору фильма, и герою фильма никогда не отчаиваться. и всегда знать, что рядом с тобой есть друзья, а это значит, что уже не одинок человек. Да, но вы не представились и не задали свой вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, больше не вопрос, а пожелание никогда не отчаиваться и знать, что вокруг тебя друзья. Спасибо. 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 Приятно. Вы в конце фильма устроили такую встречу всех своих героев. Да. Вы поддерживаете отношения, встречаетесь с ними? Один, да, Морозов, потому что он живет с нами. Рядом, да, и, ну, мы стали уже друзьями, и, в общем-то, с другими, с Ильей, ну, практически со всеми, так или иначе, мы поддерживаем отношения. Мы стали уже, ну, в любом случае, близкими людьми. Но я хочу вот что сказать. Не представился. Не представился. Вот мужчина, который сейчас звонил, очень важные слова сказал. Я абсолютно согласна, что одиночество, порой это бывает наказание вот за что-то, да, хотя любое наказание, оно, может быть, не совсем правильно. Я бы сказала испытание. испытание, поэтому и фильм наш называется «Испытание одиночеством». Но еще гораздо строжнее, когда ты, вот, есть муж, жена и даже дети, сложилась семья, но все в этой семье, при том, что они садятся за стол, вместе кушают, решают, очень одинокие. Мы искали такого героя, и нам многие говорили, что вот да, у меня есть семья, у меня есть жена, но я так одинок, я говорю, ну вы готовы с нами общаться в фильме? Они говорили нет. И вот эти 50% как раз. Вот да, понимаете, потому что обидеть жену, или там как-то, ну, чтобы неправильно поняли соседи, вроде у нас все в порядке, все нормально, квартира, машина, дача, но катастрофическая ситуация происходит, потому что ты должен улыбаться, или о чем-то говорить, или не говорить, потому что тебя не услышат. Это гораздо более страшное одиночество, когда ты вдвоем. И всегда есть люди, которые просто не хотят на телевидении их проблемы как бы красить. И это их право, на самом деле. Это их право, но, и может быть, мы делали этот фильм для этих людей, потому что, когда ты, если ты смотришь этот фильм, находясь вот в этой ситуации внутренней, ты не можешь сказать, но ты смотришь его, ты уже не одинок. Мне вот кажется, еще многие люди, они виноваты сами. И это в вашем фильме очень четко просматривается. Давайте посмотрим еще один фрагмент, и вы поймете, почему я это сказала. А почему не складывается отношенное с женщиной? Причина, наверное, проста. Я начну издалека, но попробую уложиться в ваш ремет времени. Я это прочел пост, потрясающе, мне он понравился, потому что про меня. Женщина пишет, правильные, хорошие мужики, они прячутся. Это как грибы в лесу. Выходишь в лес, а там мухоморы, поганки не сразу видны. А хорошие грибы прячутся. Их нужно найти. Вот я не люблю ни тусовок, ни каких-то сборищ. Я только к близким друзьям могу приехать. И редко там где-то еще. Мне очень сложно найти просто женщину, которую бы я понравился, и которая бы мне понравилась. Потому что мы, мужчины, выбираем всегда же из тех, кому мы нравимся. Мы, конечно, можем завоевать ту, которой мы не нравимся, но я помню фразу потрясающую в каком-то американском фильме, когда красавчик весь накачанный, такой обаятельный, такой волной, пристраивался к девушке, потом просто ее силком прижал к полу, сказал, ну почему? Она ему спокойно ответила, ты не мое вкусе. Ну все, ну как тут бороться ни с чем, ну никак. Это бессмысленно. Я поэтому перестал пытаться завоевать. Можно, но не хочу. Тратить энергию бессмысленно. Потому что потом она начнет диктовать условия, манипулировать тобой твоим отношением. Не люблю я это. Я все это слышу, вижу, чувствую, мне это неинтересно. Поэтому мы выбираем среди тех, кто выбирает нас. А таких людей я встречаю мало. Потому что я вообще мало бываю где. Я прячусь. Я не прячусь, конечно, но найти, куда-то пойти, специально искать и это выискивать у тебя очень сложно. Поэтому время идет и вот того самого человека, у которого могла бы возникнуть эта самая безусловная любовь, которая без условности действительно и без вот этих вот современных регалий, она крайне сложно встречается. Ее нужно... Я не знаю, как ее выглядеть. Это все очень сложно. Я объяснил, ответил на вопрос. Ну вот, Кеша, Иннокентий. Ирина, может, я вас немножко обижу, но мне кажется, сейчас, вот после этого диалога, все женское население просто встало на дыбы. Вот. А что ты сделал-то, как гриб, чтобы тебя искали? Вы с ним разговаривали на эту тему? Вы как женщина как вообще к этому отнеслись? К такой позиции? Ну, я разговаривала с женщиной, девушками, которые смотрели этот фильм, и у них была очень бурная реакция именно на Иннокентия. Вот именно на него было очень бурное. Они все исходили просто гневом, что как это так? Почему это нас нельзя завоевывать? Но я не буду комментировать этого героя. Я попрошу Эдварда это сделать. Очень интересно послушать мнение мужчины. по Иннокентии. Да? Почему он так считает? О том, что мужчина ничего не должен делать, чтобы найти или завоевать женщину. вот смотри, я даже не уверен, что он на самом деле так считает. Он немножко играл с нами тогда. Он актер, кстати, достаточно. Очень важно. но я не знаю до какой степени известно, но может быть некоторые зрители уже его видели здесь на телевидении. Но он для меня это было сложно с ним общаться почему-то. Я не знаю, почему. И мне кажется, что как раньше сказала, он сам по себе виноват. его одиночество. Не знаю, не хочу судить человека. Мы судить не будем, мы просто обсуждаем. Звоночек есть у нас еще один. И мы его тоже готовы послушать. Только не забудьте представиться. Мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Бондарев, журналист. Ну, я не буду скрывать, что людей, которые сейчас передо мной на экране, я знаю, я знаю Ирину Тихановскую. Спасибо. Ирину Голованову с Эдом. Я познакомился только посмотрев этот фильм. Я хочу сделать небольшое вступление. Можно? Можно. Можно это сделать? Мы договорились, что сегодня можно все. Я хочу сказать следующее, что немножко обидно. Знаете, за что? Ну, нельзя вот документалистику смотреть так. Есть такой замечательный кинорежиссер Игорь Константинович Беляев. Человек, который начал снимать кино, когда я еще под стол пешком ходил. Вот он сказал, что документальное кино надо показывать как рекламу. Потому что один-единственный просмотр фильма, в котором зашифровано столько всего, но он очень мало дает. К сожалению, нет у нас почему-то такой практики ни на российском телевидении, ни на мировом, чтобы вот люди могли там 25 раз посмотреть кино, все прочувствовать, разобрать и понять. Поэтому мне кажется вот с точки зрения режиссера я вот смотрю, мне вот хочется заступиться. Такие вещи надо смотреть долго, о них надо говорить, их надо разбирать. Почему? Потому что, повторяю, это серьезная работа. Я немножко знаю творчество Ирины Головановой и должен сказать, что она растет от фильма к фильму. и вот то, что я сейчас увидел и то, что я сейчас слышу, о чем люди говорят, ну, она вот говорит как раз о том, что она растет, она идет очень большими шагами. Вот. И я не знаю, думала она или нет, но фильм-то ее, в общем-то, очень современный. Мы находимся под санкциями, а она берет героя и показывает, что кино может все. русский, англичанин и русская делают совместный проект. И оказывается, у нас много общих проблем. Мне очень нравится манера, в которой снят этот фильм. Что-то просматривается даже не наше. вот мы привыкли к нашему русскому кино, а здесь очень много технологий, приемов, о которых сейчас, наверное, говорить бессмысленно, потому что простому телезрителю они, наверное, ничего не дадут, но они есть там. И другое дело, что они бьют где-то человека по мозгам, он сам этих вещей не понимает, начинает вот его будоражить. Извините, в этом и есть волшебство режиссера Головановой, которая способна заложить это на определенную глубину и вот дать послать вот эти импульсы и человек их прочувствует, может быть, даже не понимая определенных моментов. Ну, вот подбор подбор героев, конечно, это очень смелый человек по нашим меркам. Я не уверен, что многие из наших мужчин вот так вот решились выйти на передний план. Мало того, что делают авторы, вслед за героем на передний план выходит сам режиссер. И более того, они еще и вступают в конфликт. Не знаю, вот я смотрел все это на нервах. И смотрели мы этот фильм где-то с 12 коллегами. Фильм взбудоражил всех. Взбудоражил всех. А это верный признак того, работа удалась. Она зацепила, она пробила, прошибла. В связи с этим у меня может быть какой вопрос? Наверное, дело дойдет до каких-то там критических разборов, более глубоких. Это впоследствии, спустя некоторое время. Я не знаю, как там будет дальше. Но видному, видно это мне кажется делают очень хорошую работу, когда выносят на передний план обсуждения вот такие темы. И вот так основательно. Может быть, это пока первый опыт. Мне показалось, что я бы порекомендовал, если будет продолжаться эта программа, чтобы четче представлять режиссера там рассказывать, может быть, даже вводить репортера, который бы это сделал, чтобы более полноценная была такая вот картина о тех людях, которых мы видим перед собой. Вопрос у меня следующий. Слушайте, а что дальше это будет? Вот вы прошли эту сложную дистанцию, вы нас всех раздербанили, тут, понимаете ли, и как теперь жить? Спасибо. Отвечайте, пожалуйста. Спасибо, Василий Сергеевич. Спасибо, Сережа. Спасибо огромное, потому что этот человек, это просто, конечно, для меня лично, это не потому, что кукушка хвалит петуха, да, этот человек для меня, знаете, какая-то очень важная встреча в жизни. Мы 10 лет уже знакомы, очень важная встреча, вот так же, как и встреча с Эдвардом, это тоже очень важная встреча. Жизнь дарует такие встречи не так много, поэтому я, конечно, очень благодарна тебе, Сергей, и благодарна за то понимание, которое ты прочел, потому что там по тексту, конечно, очень много, я сейчас просто даже не касаюсь этого, вот, это все очень тонкий, очень болезненный, очень сложный вопрос, это все время была борьба внутренняя какая-то моя, Эдварда, да, то, что заложено под текстом фильма, то, что увидит тот, кто камертон настроен внутренне, потому что, ну, кто-то видит верхний пласт, кто-то видит пласт, который ниже, а кто-то может заглянуть и совсем-совсем глубоко, это, ну, как бы, это касается, ну, вот, сугубо, вот, каждого, потому что это каждая планета, по поводу того, что, а что дальше, мы с Эдвардом вообще фонтанируем идеями, ну, вот, нам достаточно 15 минут, и у нас все, у нас пошло куча-куча каких-то идей, мыслей, я могу только одно сказать, я надеюсь, что наш тандем будет жить, и я очень надеюсь, что мы еще что-то создадим. У нас есть идея, кстати, в будущем, говори, ну, говорите, не сглазила, ну, это только идея, как положено, только идея сейчас, то есть, вообще неформенная, да, ну, мы хотим, расследование сделать о несколько богатых людей из России и из Великобритании, и это будет как образ критичизма общества этих двух странах. Понимаете, психология, ну, когда мы все это обсуждали, психология людей, у которых столько денег, что они не думают о них вообще, очень большая разница их, вот, то, что у них в мозгах происходит, у нас даже была с Эдом во время диалога такая мысль, что это как бацилла иногда, вот правда, человек теряет какие-то обыкновенные, нормальные, житейские понятия и понимания не просто себя в этом мире, а во взаимоотношениях, это тоже об одиночестве, только немножко другое. Я сейчас вижу этот немножко, наверное, более политический, чем Ирина в данный момент, но, как я сказал, это только идея сейчас, и мы посмотрим, потому что идея начинается вот один и год назад это уже другое. Что это будет? Да. Вы знаете, я поняла только одно, что 45 минут эфирного времени для нас это ничтожно мало, абсолютно. А мы успеем спросить, что за бумажки? А вот я как раз хотела сказать. Я смотрю и думаю, что это такое. Помните, как у Чехова, если ружье висит, оно должно стрельнуть? Там в фильме Эд попробовал сказочное печенье предсказания. У нас не было печенья, у нас сушки такие предсказушки. Вот эти белые. Я боюсь. Давайте рискнем. То есть надо выбрать один из них, да? Да. Их здесь много, я даже могу снять. Это даже много там, да? Я боюсь. Окей, let's get it. It's on here. Ну, откровение за откровение. Окей, right. То есть вот так, да? Да, ну, можно ее так, по-русски кольнуть. Окей, сейчас считаю. Кстати, тут предсказание сбылось. Конечно, мы сделали работу. Окей. Вы всегда получите то, что нужно через ваше обаяние и индивидуальность. Ну, это даже неплохо. Это очень хорошо. Это очень здорово. Ну, окей, попробую. Ну, я думаю, что здесь светлые люди, замечательные работают. Ну, вот как-то она сразу так первая попалась. Вообще боюсь этих вещей, потому что, нет, не в конкретном случае данном, просто, что это такая некая кодировка. Это, пожалуйста. Прошу. Сейчас, что там? Мы узнаем. В вашей жизни скоро непременно появится тот человек, для которого вы будете главной ценностью в жизни. Здорово. Ну, он есть, этот человек. Ну, вот, видите, это здорово. Спасибо большое. И еще один рояль в кустах. Да. Совсем недавно город Видное отметил свой 50-летний юбилей. И поэтому, извини, я начну сначала с Ирины. Это небольшой презент. Спасибо. Спасибо. Чтобы вы знали, в каком городе вы были. Что это такое. Это очень приятно. Ну, а Эду самый такой домашний, самый такой теплый элемент и подарок, чтобы наши российские морозы никогда не зашали в роток. О, это надо. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что это первая, но не последняя встреча. И когда у вас родится новый фильм, приходите к нам на телеканал Видное ТВ в программу «Вечер у Камина» и поделитесь всеми своими творчествами и планами с нашими телезрителями. На этом все. Спасибо. Мы вынуждены попрощаться. Удачи всем, счастья и ни в коем случае не одиночества. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры